Спасибо большое. Ваше Святейшество, уважаемые участники Архиерийского собора, я прежде всего искренне вас хочу поблагодарить за приглашение принять участие в Архиерийском соборе Русской Православной Церкви, который приурочен к столетию восстановления патриаршества, событию, ставшему определяющим для жизни Русской Православной Церкви, для нашего народа, для всего государства. Более четырех веков назад, в 1589 году, было установлено патриаршество на Руси, что стало воплощением все более значимой роли Русской Православной Церкви в православном мире, признанием ее авторитета, подвижнического служения, ее первоиерархов. Мудрое слово московских патриархов укрепляло веру народа, вдохновляло людей на дела созидания и подвиги защиты Отечества. Учила правде, доброте, милосердию, справедливости, объединяла представителей разных сословий, помогала выстоять в пору испытаний. Имена патриархов московских и всей Руси, Гермогена и Филарета, их мужество и стойкость в вере стали для нашего Отечества символом одоления внутренней смуты и иноземного нашествия начала XVII века, символом духовного национального подъема государства российского. С той же сложный, драматический период нашей истории в 1917-1918 годах ввел свою работу поместный собор православный на Российской Церкви. Иерархи, духовенство, миряне вместе соборно приняли тогда решение о восстановлении патриаршества, исторической формы устройства церковной жизни. Свидетель Тихон тогда, принимая на себя миссию патриаршего служения, совершил, безусловно, подвиг во имя Бога, веры и своего народа. Он сознавал, что возлагает на себя колоссальную личную ответственность в тяжелейший для страны период. Понимал, что он встретит не почести со стороны новых властей, а их открытую вражду. Но, по сути, он понимал, что это для него означает. Но снова избранным патриархом были помыслы и надежды людей, которые ждали от него защиты, поддержки и наставления. В разумлении тех, кто всё дальше погружался в страну, в междоусобицу. Патриарх Тихон, служители Русской Православной Церкви, в полной мере разделили судьбу России и её народа. Были рядом с людьми в их бедах и испытаниях. Несмотря на репрессии и гонения, уничтожение и разграбление храмов, попытки ослабить, дискредитировать церковь, они сберегли самое главное – веру. Помогли нашему народу и здесь, и на чужбине сохранить культуру, историю, обычаи, традиции, национальный характер. Жизнь всё расставляет по местам, чётко отделяет наносное и искусственное от истины. Именно подлинные ценности, патриотизм явили свою силу и стали опорой для наших воинов солдат Великой Отечественной войны, защитников и наследников Тысячелетней России. Во всех храмах совершались тогда молебны, звучали слова о даровании победы воинства Отечества нашего. Русская православная церковь, представители других религиозных организаций, собирали средства для нужд фронта. Словом и своим участием поддерживали тех, кто трудился в тылу, кто потерял своих родных и близких, оказался в блокадном Ленинграде или в оккупации. Разгром нацизма действительно стал победой не только оружия, но и победой нравственной, духовной. И, конечно, хотел бы особо сказать о служении Русской православной церкви в период социальных, экономических трансформаций, которые переживала наша страна в конце XX века. Это время называют временем духовного возрождения, огромного роста авторитета церкви в обществе, когда ослабли многие государственные, общественные институты, когда жизнь буквально перевернулась, именно церковь поддерживала людей, давала надежду, помогала обрести нравственные, духовные, жизненные ориентиры, призывала к согласию и единению. В том, что тогда удалось сохранить Россию, не допустить перерастания конфликтов в новый гражданский раскол, огромная заслуга Русской православной церкви, так же, как и других российских религиозных организаций. Мы должны помнить уроки прошлого, и чтобы общество развивалось уверенно и гармонично, важно восстанавливать единство нашей истории, залечивать раны, убирать разломы, нетерпимость, которые достались нам от былых эпох. Такой путь обретения мира через взаимное братское прощение так же показали нам московский патриархат и Русская православная церковь за рубежом, подписав в 2007 году акт о каноническом общении. Ваше Святейшество, уважаемые участники Архиерийского собора, сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь достойно несёт свою высокую и ответственную миссию, год от года расширяет своё общественное социальное служение, плодотворно работает на ниве нравственного просвещения и благотворительности, окормляет российское воинство, оказывает помощь пожилым и нуждающимся людям, тем, кто оступился в жизни. Большого уважения заслуживает вклад Русской православной церкви в укрепление межнационального и межрелигиозного мира, в развитие конструктивного диалога и сотрудничества с другими традиционными религиями России. Государство, уважая самостоятельность и независимость церкви, рассчитывает на продолжение нашего сработничества в таких важнейших сферах, как образование и здравоохранение, сохранение культурного и исторического наследия, поддержка семьи в воспитании молодёжи, борьба с социальными недугами. Подвижническая миссия Русской православной церкви не знает государственных границ. Её каноническая территория распространяется за пределы России. Вы многое сделаете для поддержки соотечественников и православных общин за рубежом, для укрепления взаимного доверия, развития культурных, духовных, человеческих связей, которые нас объединяют и объединяли веками. Высоко ценим, что его святейшество патриарх Кирилл и другие духовные деятели искренне стремятся помочь решению ключевых вопросов развития страны и общества. С позиции многовекового опыта православия и христианской цивилизации честно и прямо высказывают своё видение процессов, происходящих сегодня как в нашей стране, так и в мире в целом. Действительно, новые технологии, глобальное информационное пространство, интеграция, взаимозависимость оказывают огромное влияние на общество, на повседневную жизнь людей во всех странах, открывают колоссальные, поистине безграничные возможности. И перед всеми нами, и в том числе, безусловно, и перед церковью, религиозными деятелями стоит сложнейшая задача сделать так, чтобы всё это служило только добру, благу каждого человека и всего человечества. Что будет, если цивилизация растратит свои духовные и гуманистические начала? Какими рисками для будущего человечества это обернётся? Уже сегодня мы видим, как размываются традиционные ценности во многих странах, и это ведёт к деградации, к взаимному отчуждению общества, к обезличиванию людей, равнодушия и безразличия, утрата ценностных ориентиров оборачиваются ростом радикализма, ксенофобии, конфликтами на религиозной почве. Разрушающий человека эгоизм превращается в агрессивный национализм. Духовную пастоту заполняют экстремисты и идеологи терроризма, враги прогресса и всей цивилизации. Вы знаете, что творили террористы, например, в Сирии, как они преследовали и своих единоверцев, и христиан, уничтожали храмы, убивали. Рассчитываю, что Русская Православная Церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи её гражданам, для восстановления разрушенных культурных и духовных центров. Мы с Патриархом много раз на этот счёт говорили, я знаю его позицию, мы готовы поддержать все конфессии и все христианские направления, все без исключения. У нас сегодня такая возможность есть, и мы готовы к этой совместной работе. Повторю, мир действительно стремительно меняется, переживает очень сложный этап. Наша страна неотделима от глобальных процессов и тенденций. Мы должны стремиться быть лидерами в технологической области, в экономике, в знаниях в самом широком смысле этого слова, чтобы обеспечить благосостояние и безопасность своих граждан. При этом всё больше людей смотрит на Россию, как на ориентир незыблемых традиционных ценностей, здравого человеческого бытия. Убеждён, чтобы достойно ответить на вызовы будущего, мы должны отстаивать справедливость, истину, правду, сохранить свою самобытность и идентичность, опираться на нашу культуру, историю, духовную, ценностную основу, идти вперёд, впитывая всё новое и передовое, и оставаться Россией навсегда. В завершение хотел бы ещё раз поздравить вас с памятной датой, столетием восстановления патриаршества, и передать в дар его святейшеству патриарху Кириллу икону список того образа святителя Николая Чудотворца, который находится на Никольской башне Кремля. Этот образ сохранился в 1812 году, когда был взорван пороховой заряд, заложенный интервентами в стены Никольской башни. На нём отметены от обстрела осени 1917 года, когда шли кровопролитные братоубийственные бои в Москве. Верю, что вместе мы будем беречь мир и согласие. Понимать и слышать друг друга, трудиться во имя наших общих целей на благо общества. Желаю вам, ваше святейшество, крепости, сил и долгих благих лет патриаршиного служения. Успехов всем вам, всем участникам архиерейского собора на поприще архипастерском. Хочу завершить своё краткое выступление, как у нас всегда говорили и говорят. С Богом! Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, собратья-архипастери, сегодня, конечно, историческое событие. Глава Российского государства посетил архиерейский собор. Собор юбилейный, посвященный столетию восстановления патриаршества в нашей Церкви. Собор, который ставит перед собой и решает очень важные злободневные вопросы, связанные с духовной жизнью человека, с его благополучием, с его нравственным и физическим здоровьем. Собор, который не уклоняется от решения сложных тем, в том числе и связанных с нашей историей. Я очень надеюсь, что решения этого собора помогут нашей Церкви в диалоге с обществом двигаться вперёд, в том числе и решая те проблемы, которые сегодня стоят перед народом. В год столетия известных революционных событий невозможно уклониться от некоего анализа прошлого. И, пользуясь случаем, что в зале Церковных соборов вместе с нами глава государства, я бы хотел несколько слов сказать о сложном пути развития церковно-государственных отношений в России. В Царской России церковь была государственной, во главе её был государь-император, а управлялась церковь бюрократической администрацией, именуемой обер-прокурорством Святейшего Правительствующего Синода. В преддверии революции лучшие умы как в Церкви, так и в государстве стали задумываться о том, какой реально является роль Церкви в российском обществе и что в этой роли недостаёт, и что нужно сделать для того, чтобы эта роль стала более очевидной. И в очень непростое время, за год примерно до революции 1905 года, тогдашний премьер-министр Витте обратился к государю-императору с докладной запиской, который говорил о том, что одна из причин потери влияния Церковь на народ заключается в том, что между Церковью и высшей церковной властью, Церковью и народом есть некая бюрократическая прослойка, имея в виду бюрократическую государственную институцию. И действительно, не существовало прямого диалога Церкви с высшей государственной властью. И через вмешательство государства не существовало прямого диалога Церкви со всем обществом. Нужно сказать, что после революционных событий, когда были провозглашены принципы отделения Церкви от государства, казалось, что государство устранится от того, чтобы играть такую опасную для целостности государства народа роль, отделяя Церковь от возможного прямого диалога с народом. Но совсем не то произошло. Буквально с первых дней существования власти уже через особые институции, включенные в спецслужбы тогдашнего советского государства, началась попытка формировать ту же самую политику, какая была до революции, согласовывать назначения, контролировать все то, что происходит на уровне высших церковных решений. Другими словами, вмешиваться в церковную жизнь, преследуя конкретные цели. А в то время к каким-то общегосударственным, может быть, интересам, активно подключились интересы идеологические. Когда произошли перемены в 90-х годах, и когда Церковь ясно заявила, что не должно быть никаких бюрократических прокладок, то нашлись горячие головы среди тогдашних наших революционеров. Первой идеей которой было создание Министерства по делам религии. И некоторые из известных людей, активно принимавших участие в политических переменах, хотели, не только хотели, но и обозначали свои кандидатуры в качестве идеальных на пост новых оберпрокуроров. Я вас хотел бы сердечно поблагодарить за то, что в нынешней России не существует никаких бюрократических прокладок. Осуществляется диалог между патриархом и президентом, высшей церковной властью и соответствующими министерствами и ведомствами. И что по всей вертикали нашей жизни осуществляется прямой диалог, который дает возможность Церкви формулировать свое понимание происходящего в стране, в народе, обращать внимание на такие темы, как общественная нравственность, социальная жизнь, экологические проблемы, нравственное измерение проблем внешней и внутренней политики. Все это формирует у общества ясное понимание самостоятельной позиции Церкви. Но и самое, может быть, важное, то, что эта позиция основывается на тех же нравственных принципах, на которых сегодня основывается и наше законодательство. Эти принципы вырастают из нашей духовной, нравственной традиции, которые сегодня государством российским не оспариваются. А нет ничего более серьезного и важного, как нравственный консенсус в обществе. Если есть консенсус вокруг главных нравственных ценностей, то тогда гармонично формируются все общественные отношения. И законодательство создается, приемлемое для людей, и практика политическая соответствует интересам народа. Вот в том, о чем я сейчас говорю, очень большая ваша личная роль. Я благодарю вас за тот диалог, который мы с вами осуществляем, за тот диалог, который осуществляют руководители министерств и ведомств с соответствующими профильными организациями, структурами Русской Православной Церкви, и за ту атмосферу, открытости, в которой сегодня живет наше общество. Я думаю, что именно эта открытость и будет залогом непременных успехов нашего Отечества в ближайшее и отдаленное будущее. От имени Собора Русской Православной Церкви Архиерейского я хотел бы пожелать вам, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, долгих лет жизни, крепкого здоровья и помощи Божией в той высокой миссии, которую вам через вырезвление людей вручил Господь. Именно так мы понимаем то, что происходит в истории людей. Свободная воля людей сочетается с божественным промыслом. Пусть Господь хранит вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...